Роман Ланкин Как началось ваше увлечение музыкой? Эта история берет свое начало в 1983 году, когда моя мама решила, что я должен учиться в музыкальной школе. Я в ту пору десятилетний мальчик не очень этого желал, но против воли родителей не мог пойти, и поэтому оказался в музыкальной школе номер два города Томска. И я выбрал для обучения гитару, сам не зная, что впоследствии это окажется моей профессией. Выбрать инструмент вам разрешили или тоже было желание? Да, и выбирал я его, исходя из каких-то таких популярных веяний в ту пору, что гитара это был очень модный инструмент. Но я совершенно не представлял себе, что такое классическая гитара, и что меня ждет на протяжении следующих шести лет. Вот. Учеником я был, нужно сказать, не очень способным, и часто огорчал своих преподавателей своей неуспеваемостью. Но как-то так получилось, что где-то в середине своего обучения в музыкальной школе мне понравилось учиться, и понравилось играть на гитаре. И вот с этого момента я играю на гитаре практически все то время, которое я могу это делать. Дома был магнитофон и проигрыватель. С раннего возраста маленького Романа родители приучали ставить свои любимые пластинки. Как признался Роман Ланкин, музыка в его жизни была практически с рождения, благодаря родителям. Мой отец был музыкантом и любителем, и играл на баяне. И первые свои авторские песни я услышал в исполнении отца, когда приходили гости к нам домой. Часто он брал в руки баян, и звучала песня. Звучал Городницкий, Висборг, Акуджава, Высоцкий. И звучали популярные песни эстрадные того времени тоже под баян. Поэтому... Но на баяне вы не стали играть? Нет. Баян в ту пору мне казался каким-то огромным инструментом, который тяжело даже было просто держать на коленях, не то что играть на нем. Гитара мне казалась полегче. Хотя бы физически... Из этих соображений, да? Да. Вы остановились на гитаре все-таки. Из этих соображений отчасти. Отчасти потому, что это был модный инструмент, и мне хотелось быть модным, наверное. А потом Роман стал туристом. В туристических кругах его уважали, что может немного играть на гитаре. В походах парень освоил новую технику – играть аккордами. Да, когда я сделался туристом, это было в последних старших классах школы, мы часто ходили в походы, и там звучали туристские песни, альпинистские песни. Вообще авторская песня в ту пору среди туристов была очень популярна. А походы куда вы ходили? Ну, большей частью мы ходили в тех местах, недалеко от тех мест, где жили. В первую очередь это, конечно, Хакасия, это Поднебесные Зубья, это пещеры хакасские, это Красноярский край, это Алтай. А вообще красивые места? Очень красивые, конечно, конечно. Сибирская природа, она вообще уникальна, на мой взгляд. А о чем мечтали в тот момент? Вы мечтали не только, наверное, играть на инструменте, а вообще, может, действительно куда-то покорить какие-то вершины? О, да, у нас было много самых разных амбициозных планов, но части из них не суждено было сбыться по той причине, что это была как раз пора, когда все очень сильно менялось в стране. Это были 90-е годы, и внезапно в походы стало дорого ходить, потому что нужно было платить билеты, а билеты вдруг выросли в цене очень сильно. В ту пору наш герой уже увлекался альпинизмом. Непростая экономическая ситуация в стране заставила Романа Ланкина и многих его товарищей стать промышленным альпинистом. Навыки, приобретенные во время обучения спортивному альпинизму, он использовал, работая на стройке. Там он и заработал первые свои зарплаты. И вот на одну из таких зарплат я приехал на Грушинский фестиваль. Это было в 1993 году. И, конечно, это было для меня очень важное событие, потому что, во-первых, это было огромное событие, огромный фестиваль, где я увидел столько самых разных людей, познакомился, подружился с ними. А самая запоминающаяся встреча в тот год? Я увидел много авторов песен, которых я до этого пел. Это было тоже очень важно. Кого? И Владимира Туриянского, и Юрия Лореса, и Виктора Луферова, и Алексея Ивашенко, и Сергея Никитина. Я могу перечислять это просто очень долго. В общем, все-все-все были на этом фестивале. И встреча с ними, с этими людьми, хотя бы просто как зрителя и артиста, я в ту пору был больше зрителем, она, конечно, оставила для меня неизгладимое впечатление. Как ни странно это звучит, на том самом фестивале Роман Ланкин познакомился с томскими бардами и завязалась дружба на долгие годы. Как говорит музыкант, этим он обязан Грушинскому фестивалю. После этой встречи он стал больше участвовать в концертах авторской песни. С годами музыкальные интересы Романа Ланкина менялись. Он стал страстным поклонником бразильской музыки. Так постепенно исполнителю авторской песни стало подвластно Басанова. А Басанова, она когда у вас в репертуаре появилась? Басанову я впервые услышал в 92-м году, кажется. Это был концерт до Грушинского фестиваля, потому что в ту пору никто Басанову на Грушинском фестивале не исполнял. Я услышал по телевизору выступление Жоао Джильберта, который, к сожалению, ушел в этом году из жизни. А в 92-м году наш независимый телеканал передавал концерт в эфире Жоао Джильберту. И меня поразила эта музыка. Меня поразило, что это очень похоже на авторскую песню, потому что Жоао Джильберта большей частью аккомпанировал себе на гитаре. А другие инструменты, которые, если и звучали в этом концерте, они всего лишь были вспомогательными. А королевой этого вечера, этого концерта была, конечно, гитара, потому что на ней исполнялось все, что пел Жоао. И мне очень понравилась эта музыка. Я был поражен этим гармонием, этим странным мелодиям, и мне захотелось это все петь. Но в ту пору не было никакой Басановы, не было возможности это все услышать еще раз. Музыкант искал эту возможность много лет и опять же услышал Басанову в родном Томске, когда познакомился с местными джазовыми музыкантами. Любовь к Басанове привела романа к изучению португальского языка. А потом он оказался в Португалии, в Бразилии, и стал интересоваться бразильской культурой. Первая поездка в Португалию, вот вспомните, чем она вас впечатлила? Первая поездка – это 2007 год. Я приехал в Лиссабон на неделю. И меня поразила архитектура и история этого города, ведь это древнейший город. И Португалия, нужно сказать, не самая богатая страна в Европе. И путешествовал я в Португалию из Голландии, из страны, пожалуй, одной из самых успешных стран в Евросоюзе. И я поразился этой разницей. В Лиссабоне вы можете почувствовать время, вы можете увидеть эти старые здания. Они, мне кажется, тем и привлекательны, что мы можем увидеть время. Во время нашей беседы Роман Ланкин поделился своими планами на зимние месяцы. Так, с 22 по 30 декабря пройдет серия концертов романа в Москве. А в следующем году наш герой отправится в путешествие по Германии, Чехии и США. Конечно, не один с гитарой. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ.